Привет всем! С вами ваша Сильва Баттефляй. Сегодня я расскажу вам об ароматах. Ну, обо всем по порядку. Во-первых, посмотрите, какой у меня шикарный свитерок. И такой же свитерок оказался на коробочке. Я опять купила новый старый аромат, который, в принципе, у меня был и есть. Вот он. Но я сделаю подробный отчет об этом аромате. И, может быть, немножечко коснусь мужского такого же аромата свитерка от Сони Рикель. Или, как говорят по-английски, Рикел. Кто такая Сони Рикель? И она заскучала быть домохозяйкой. И вдруг ей вздумалось создавать интересные свитерки. Её муж был, в принципе, изначально против. Там прошло много стадий. В итоге она всё-таки развелась с ним. Но я к чему это говорю? К тому, что свитерки сделали её значимой фигурой в моде. Принесли колоссальный доход. И от этих свитерков всё и пошло. Поэтому ей предложили такую линию парфюмов. Дополнять эти свитерки, разный свитерок, разным запахом. И они были такие сексуальные, что все их скупали. Поэтому иногда думаешь, ну что такое свитер, да? Напялил на себя свитер, и сразу ты несексуальна. Несмотря какой свитер и какая ты. И как ты себя в этом свитерке будешь нести. Это очень главное. Ну что ж. Вообще, мне понравилась вот эта вот такая малепуська. Такая вот миниатюрочка. Это же что-то с чем-то. Жидкость явно тёмно-тёмно-зелёная. Здесь тоже она тёмно-зелёная. Но видите, здесь же как большее количество. А здесь миниатюрочки меньше. Запах один и тот же. Ну что ж. Я, наверное, нанесу вот сюда. Такой свежачок. 98-го года выпуска. Вот это эпоха того времени. Вот кто любил свежачки тогда, сейчас, возможно, будут любить, наоборот, тяжеляки. И наоборот, тот, кто любил тогда тяжеляки, пришли к свежакам. Тех лет. А те, как я, например, любили и такое, и другое, и третье. Всё зависело от обстоятельств. Ну что, я скажу. Может, мне ещё на руку нанести, потому что на бумажке это одно, а в жизни это другое. Это две большие разницы. Хотя нет. Ну, прелесть. Вот лето. Я не знаю, почему они сделали этот светерок, да. Для меня это лично, это такой летний-летний запах. Ну вот. Зачту нотки. Дороми и фасоль оси. Основные аккорды. Цитрусовый, цветочный, зелёный, древесно-ароматический. Принадлежит к цитрусово-фужерным ароматам. Создатель. Эмили Бьевьер Коппермен. Верхние ноты. Кипарис. Мандарин. Грэпфрут и лимон. Средние ноты. Цикламен. Зелёные ноты. Персик. Жасмин. Ландыш. И лотос. Базовые ноты. Амбра. Мускус. Гелиотроп. И белый кедр. Ну вот эта вот остринка. Вот это белый кедр явно. И кипарис. Вот чем это пахнет, знаете чем? Кипарисом. Если кто-то ищет запахи кипариса, вот вам сюда. Так. Что же я могу сказать? Для меня он такой, как будто река или там вода, кипарис, солнце, какие-то цветы. Но они так неотчётливые. Потому что вот там вот более всё кипарисово, лимонно, мандариново, такого плана, да? Хотя, фактически, если они говорят, что цикламен, возможно, он и есть. Потому что цикламен не настолько различимый запах, да? Вот этот белый кедр и верхний кедр и верхний кипарис, это вот аккорд такого аромата. Кому бы я его посоветовала? Я бы его посоветовала всем попробовать, потому что новое – это хорошо забытое старое. Вот сколько сейчас произвели новинок. Вы спросите этих создателей, на кого они ориентировались, на кого конкретно они равнялись. И они вам скажут, что inspiration, так сказать, вдохновение пришло из ароматов тех лет. И эти ароматы сподвигли их сделать что-то новое с оттенками того времени. Вот это вот Эмилии Байвьер Копперман. Я посмотрю, что она создала. Она создала, между прочим, Эппил Афтмен для муаш, любимый мужчина. Анна Роса, такой, не знаю, здесь у нас не продается, хотя хочу попробовать. А на Яке, 2000-го года, я знаю этот аромат. Кстати, он мне чем-то его напоминает. Может быть, даже какая-то формула у них одна. Блумарин, Бербери, Каролина Эрера, три вида. Шопар, Само Бриз. Не тот, который у меня, который я вам делаю репортаж, а вот именно Само Бриз, который я хочу заиметь. Просто для того, чтобы знать. Кристиан Лакруа, Базар, тоже хочу. И никогда не было возможности купить, иначе бы я купила. Здесь его не было. Ком де Корсонс, какой классно он сейчас расходится. Дукати, тоже не было. Эммануэль Унгаро, 2017-го, Фрут Д'Амор, Турк Вейс, не было. Эсприт, Фаберлик, Живанши, сколько много всего она создала. Например, вот этот Плей, который я вам тоже делаю репортаж. Для мужчин, Живанши, 2010-го года. И идет у нас Лагерфельд, Кейт Мосс. Вот этот Velvet Hour. Лалик. Ой, сколько всего, даже не перечислили. Ну и, конечно же, идет Пако Робан. Всякие версии, которые я с удовольствием бы попробовала. У меня только одна, кстати, вот эта вот XS. И парфюм-режим она сделала, оказывается, Зоя Найт. У меня есть просто режим. В общем, море интересных вещей она создала. Из светерков она создала три. И вот этот синий-голубой, потом зеленый тире. Сони Кель Парфюм, 1997-го года, в золотом светерке. И Сони Кель, 1997-го, женский. Такой розово-оранжевый. Здесь он просто оранжевый. Но я знаю, он был розово-оранжевый. И мне он очень нравился. Кстати, люди спрашивали меня, где взять такой парфюм. Я не знаю, где его взять. Вот понятия не имею. Там, где я взяла, его там нет. И что же остается? Для мужчин. Ну что, для мужчин я не буду так долго говорить. Хотя следует, наверное. Я просто нанесу его на бумажку и скажу, что я чувствую. Но это совсем не то. Это вот огурчики. Это в стиле настоящих дорогих ароматов сейчас. Вот, которые пахнут так называемой пикклс. Маринованные огурцы в дорогой оправе. Которые на мужской коже играют как нельзя лучше. Они такие сексуальные, брутальные, классные. Ну не знаю, сейчас секунду, все-таки я вытащу эту пирамидку для вас. Ну так вот. Нашла. Это такая жидкость, темно-темно-фиолетовая. Здесь она просто обычно фиолетовая, светло. Зачту. Восточные пряные и основные аккорды. Цитрусовый, древесный, цветочный, сладкий, мягкий, пряный, бело-цветочный. А мне вот огурцами пахнет. Кстати, парфюмер Эдуард Флетчер. Очень знаменитый. И верхние ноты апельсиновый цвет, мандарин, зеленое яблоко, звездчатый анис и юзу. А мне все этот огурец. Ну хотя, вот этот вот анис тоже. Потом идет средние ноты. Мускатный орех, цилонская корица, розовое дерево, базовые ноты, сандал, бобы тонка, мускус и китайский кедр. Ну конечно кедр я чувствую. И вообще у Сони Рикель всего ничего. 17 ароматов. Не так уж и много. Как жаль, потому что многие другие фирмы, которые менее удачливы в фашн-волд, то есть в мире моды, создали куда больше парфюмов, чем она. Представлено 17 ароматов. Самый ранний этого бренда 1979 года, последний 2008. А, ну все понятно. То есть при ней было создано. И таким парфюмом стали парфюмеры в этом бренде. Жан-Пьер Белуарт, Эмили Бьер Копперман, Ричард Ибаныш, Жан-Мария Сантони, Эдуард Флетчер и Жерард Антони и Анна Флиппо. О, Анна Флиппо я про нее уже упоминала. Ну что, я скажу, что эти ароматы достойны применения у парфюмоньяков. Вы просто идите прислушайтесь к ним, если у вас есть шанс. Может быть и вам это понравится. Для меня лично это никакой не свитерок. Это лето во флаконе. Как ни странно. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Силва Батфлей. Серебряная бабочка. Всем всего самого хорошего. Пока-пока.